Примерно, ну хотя бы раз в месяц я получаю одно, два, три письма от людей, которые интересуются канадской недвижимости, и одновременно они, как правило, задают мне вопросы по жизни в Канаде. Вот, Сергей, а как вы эмигрировали, так сказать, а как вы проходили адаптацию и так далее. И в конце концов я пришел к выводу, почему бы мне не рассказать это для всех. То есть, ну я могу одному, второму ответить, третьему, так сказать, я с удовольствием отвечу на, так сказать, вопросы каждого из вас. Мне несложно это абсолютно сделать, я охотно это сделаю, но если я сделаю видео, то, наверное, возможно, может быть, гораздо большее количество людей смогут получить ответы на свои вопросы. Так вот, один из частых вопросов, который мне задают, от чего зависит адаптация, как быстро вообще люди в Канаде адаптируются, русские, насколько это сложно и так далее. Ну, во-первых, если вы задаете этот вопрос, я не думаю, что вы ждете какую-то конкретную цифру. Вы понимаете, что такого не бывает, и у каждого ситуация абсолютно своя. То есть, в зависимости от того, кто вы, откуда вы едете, какое вы положение занимали до этого, какой уровень у вас английского языка, какая у вас профессия, от всего этого зависит, насколько быстро вы будете адаптироваться в Канаде. Тем не менее, я скажу так, что если вы спросите мое личное мнение, то из того, что я вижу в отношении своих друзей и на своем собственном личном опыте, так сказать, на своей шкуре, как говорят, я бы сказал, что для меня, наверное, это, пожалуй, 10 лет. То есть, вот до 10 лет я как-то присматривался, прислушивался к стране, вот как эти люди живут, чем они дышат, что им нравится, что им не нравится, чем мы отличаемся друг от друга. И вот, а вот уже после 10 лет, когда я езжу, допустим, скажем, на родину в Россию, или я еду куда-то отдыхать за границу, то, когда я возвращаюсь в Канаду, я чувствую, что я приехал домой. Я вижу своих этих уже родных, так сказать, наших таможенников с этим скленовым листом в этой форме, так сказать, и я выхожу вот с аэропорта, и я чувствую, что я у себя дома. Это вот какое-то хорошее ощущение, когда вот эти вот бури иммигранта, бушующие в душе, да, что зря я приехал, не зря я приехал, надо было иммигрировать, не надо было иммигрировать. Все это, в конце концов, уходит, и в какой-то момент ты понимаешь, что это твоя страна, это твоя страна, ты в ней живешь, тебя уже в ней как бы все устраивает, и это довольно хорошее чувство, мне кажется. От чего зависит адаптация? Адаптация зависит от много разных вещей. Один из важных моментов – это в каком возрасте вы приехали в страну. Я думаю, что даже и не нужно вам это доказывать, потому что одно дело, если вы приехали, скажем, в страну, и вам было 10 лет, вас привезли родители, и совсем другая история, если вы приехали, как, скажем, я, допустим, я приехал, мне было 37 лет. То есть понятно, что я уже сформировавшаяся личность, у меня есть какие-то представления, так сказать, о жизни, и эти представления очень и очень непросто, на самом деле, уже видоизменять. Поэтому я бы сказал вот так, для тех, кто собирается ехать жить в Канаду, чем быстрее, тем лучше. Чем моложе вы приезжаете, тем легче происходит ваша адаптация, тем быстрее вы становитесь человеком, который уже чувствует, что это его страна. Будьте уверены, что вы сделали все возможное для того, чтобы учить язык. Это очень важный момент. Я видел людей, которые приезжают здесь, живут по 10-15 лет, и толком не очень говорят по-английски, потому что они в свое время его не выучили. Дальше они себя, так сказать, локализуют внутри общины, они пользуются там заправками, они пользуются библиотеками русскими, они пользуются там русскими магазинами, где все говорят по-русски, подписываются на русское телевидение, и в результате они... Я считаю, что это не очень хороший способ проживания в Канаде, потому что вы живете в качестве какого-то то ли разведчика, то ли какого-то туриста, непонятно, так сказать. Дело в том, что когда мы учим английский язык там, в России, нам кажется, что мы на нем вроде как бы даже и говорим. Вы знаете, когда я приехал в Канаду, у меня было такое очень большое какое-то разочарование, такой frustration определенный, так сказать, если говорить английским словом. Потому что я-то как бы там учил язык, я был уверен, что я его, так сказать, здорово как бы выучил, и сейчас я приеду в Канаду, и я всех, так сказать, вот как бы удивлю, так сказать, как я так ловко так вот и красиво могу изъясняться на английском языке. И буквально в первые несколько дней я начал понимать, что я фактически не понимаю, что люди говорят вообще, то есть вот они что-то так быстро говорят, что-то так, и я не понимаю. И, в общем-то, мне стало грустно. Я думал, что я выучил там какие-то слова, и я сейчас вот буду тут изъясняться, а на самом деле это все было не так просто. И страх появляется от того, что ты понимаешь, что дело не в том, что ты там красиво или некрасиво ты говоришь, а это связано с профессией, с работой. То есть если ты не очень в состоянии изъясняться, то как ты собираешься искать работу? Кто тебя вообще возьмет на работу, если ты толком не понимаешь, что тебе говорят? Но постепенно это, конечно, проходит, начинаешь привыкать. Вот сейчас, например, в реал-эстейт-индустрии работы мне приходится слышать очень много акцентов. Там индусы, корейцы, так сказать, там люди с Джимейка, так сказать, ну неважно кто там, любые восточные европейцы. Все говорят, скажем, со своим акцентом. И надо суметь понять, что человек тебе говорит, особенно если ты его не видишь, когда он с тобой разговаривает по телефону, и надо суметь понять, что он говорит. От чего еще зависит адаптация? Это от вашего настроя. То есть, знаете, я встречал людей, которых приезжают, разговариваешь с ними, и в другой раз диво, просто даешься. Начинаешь спрашивать человека, как он живет, как у него, так сказать, происходит его становление в Канаде. И выясняешь, что человек работает там на двух-трех работах, работает по 12-15 часов в день, работает за очень небольшие деньги. И всегда задаешь вопрос, вот ты уверен, что это то, чему надо было стремиться, и вообще ты довольна, что все это с тобой происходит. И удивляешься, когда люди говорят, да, вы знаете, я всем доволен, меня все устраивает, да, мне тяжело, да, мне трудно, мне не дается пока язык, я не могу найти, так сказать, хорошую оплачиваемую работу. Но мы всем довольны, мы все преодолеем, потому что мы приехали и знали, что нас все это будет ждать. Вот когда я слушаю таких людей, у меня это вызывает какое-то восхищение ими, и самое главное, что я совершенно уверен, что у этих людей все будет совершенно замечательно. Потому что это видно, что вот этот вот настрой такой боевой, он обязательно приведет к каким-то хорошим результатам. В этом вся идея. И за этих людей никогда не надо переживать, даже если они работают в каких-то колоссально трудных условиях, за копейки, что называется. За них нет никаких переживаний, потому что я уверен, гарантированно, что эти люди встанут на ноги, у них все будет совершенно прекрасно. Вы знаете, я немало как риэлтор работаю с программистами, обычно это, как правило, молодые ребята, у них с адаптацией проблем нет. Почему? Потому что он всю жизнь, так сказать, там занимался, программируя в России. И здесь, поскольку продукты вот эти программы, они, как правило, западного происхождения, то здесь он, собственно, приезжает и, в общем-то, занимается, по сути дела, тем, чем он там и занимался. Поэтому я вам скажу такую вещь, что у меня были достаточно молодые ребята, которые покупали достаточно дорогие дома. И когда я, в общем-то, аккуратно, вежливо интересовался, а ты уверен, что ты в состоянии такую недвижимость купить, то человек присылал мне просто, так сказать, свое письмо с работы, и я своими собственными глазами видел зарплату программиста. Там, по-моему, было что-то порядка 127 тысяч долларов в год. При этом это был, в общем-то, парень, которому было меньше 30 лет. Вот я это имел в виду, что если у вас такая профессия, с которой хорошо приехать в Канаду, то, в принципе, адаптация произойдет у вас достаточно легко. И наоборот, иногда приезжают в эмиграцию люди, которые, скажем, преподавали английский язык в России. Ну, понятно, что пройти эмиграцию вам было легче, потому что вы можете пройти собеседование, так сказать, более-менее изъясняясь прилично на английском языке. Но, если вы приезжаете в эмиграцию в Канаду, то у вас будут проблемы, потому что понятно, что учить английскому языку здесь будет особенно некого. Здесь англоязычная страна, и, слава богу, тут люди и без вас, в общем-то, очень прилично говорят по-английски. Если человек, скажем, приехал с какой-то профессией, там, я не знаю, он читал в университете какие-то основы марксизма-ленинизма, то, конечно, у вас тоже будут проблемы, поверьте мне. По-другому просто быть не может, потому что здесь эта профессия никому не нужна, и, значит, вам придется как-то очень серьезно переучиваться на кого-то, получать какое-то дополнительное образование. В отношении адаптации, вы знаете, я когда приехал в Канаду, у нас была такая вот какая-то агитация, что это вот капитализм, да, то есть здесь надо воевать за место под солнцем, и это такой кровавый капитализм, то есть у него, так сказать, вот, там, надо биться насмерть. И когда я приехал в Канаду, вот с этим ощущением, я, в общем, был так настроен, как бы, я сейчас начну биться, придется мне с кем-то сражаться и так далее. И я увидел, что Канада вообще, говоря, очень, в этом смысле, очень мягкая, очень, как это, очень деликатная страна, люди очень нежные и очень приветливые, и очень, как бы, на мой взгляд, открытые достаточно, очень, как бы, здесь нет вот дискриминации. Я за 15 лет в Канаде, я никогда не встречался с дискриминацией, чтобы мне кто-то сказал, что вот это вот русский, там, ты давай убирайся отсюда, то вот, как у нас там, как я раньше слышал, говорили, там, вот, понаехали мешочники разные, так сказать, это же, это же невозможно, а Москва же, она не резиновая, вот, и вот это чурки, так сказать, и как это, сейчас, когда я слышу вот эти слова, что там вот эти чурки, так сказать, и, как там еще их называют по-другому, джамшуты, да, что-то в этом духе, меня это уже ухо сильно режет, потому что, когда живешь в Канаде и видишь, как много людей разных национальностей, как много всевозможных диалектов, как много всевозможного акцента и как много культур разных, которые вот так вот все перемешаны, и это никому никак не мешает, и люди рады друг другу, и, в общем-то, люди очень приветливы по отношению друг к другу, вне зависимости от национальности. Мне немножко всегда удивляет, когда я слышу, что, допустим, в той же, в России, на моей родине, в моей стране, люди говорят, называют чурками, так сказать, там, как там называют, гастарбайтеры, так сказать, какие-то ужасные совершенно слова, обидные, и вот, слава богу, если вас этот вопрос интересует, то я думаю, что, если вы хотите уехать в Канаду, то вы с этим здесь не столкнетесь. Я не помню, чтобы мне кто-то вот говорил, а, вы русский, да, нет, русских нам тут точно не надо, мы не хотим русских, но... Нет, такого никогда не было, и большой... Я очень этим доволен, то есть это очень здорово, на самом деле. Люди вот так вот очень приветливы друг к другу. В заключение я хотел бы сказать вам следующее. Если вы меня спрашиваете вот эти вопросы про адаптацию, про то, как вы будете устраиваться, все зависит исключительно от вас. Когда здесь люди говорят, ну, ты знаешь, меня там не продвигают по работе, потому что я русский, потому что у меня акцент, ну, может быть, какая-то, правда, доля в этом есть, но я не очень в это верю. Я не верю, потому что я знаю, что здесь есть, опять же, те же самые русские, которые добились больших высот, которые преподают в университетах, которые занимают какие-то высокие позиции, так сказать, в компаниях, успешно очень занимаются бизнесом и так далее. Все зависит исключительно от вас. Надо очень хорошая страна, для ней, в ней есть масса всевозможных возможностей для каждого. и если вы настроены биться и бороться за свое светлое, так сказать, будущее, у вас все для этого будет, я уверен, и я желаю вам успеха в этом. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok